МД Регион. Федеральная сеть магазинов поисковой техники. Это Белогвардейские цепи. Привет из Казахстана! Здравствуйте, дорогие друзья! Это обзор металл-детектора Tessoro Outlaw специально для видеоконкурса лучший видеообзор 2016 года от компании МД Регион. Дух приключений, дух поиска, познание истории своего родного края полностью увлекло меня за собой. Но естественно, чтобы заняться этим хобби, нужно самое главное – это прибор. Точнее металл-детектор. И встает вопрос, какой же для себя выбрать детектор, чтобы полностью соответствовать твоим требованиям. Я долго выбирал среди металл-детекторов, среди фирм, производящих их. Взвешивал все за и против, и мой выбор пал на приборе от американской фирмы Tessoro. Легендарная фирма, которая производит этал-детекторы 80-х годов. Их продукция отличается высоким качеством и надежностью. Недаром она дает 25 лет гарантии за свои приборы. Я выбрал Tessoro Outlaw. Что же привлекло меня в этом приборе? Первым делом, конечно, это универсальность прибора. Этот прибор работает на частоте 10 кГц. Моему мнению, это самая универсальная частота, которая подходит для всяких видов поиска. Она одинаково видит хорошо и мелкие цели, и также хорошо видит и глубоко крупные цели. Ну, вот пример чувствительности прибора. Вот этот кусок железки. Я, в общем, вытащил с этой глубины. Она осыпается, но я точно заметил. Вот, сейчас покажу вам. Вот, считайте. Вот она глубина. Сколько будет. Так что, насчет глубоких целей. Она тоже неплохо видит. Сигнал такой тихий, спокойный, но четкий. Только копай. Посмотрите, к нему в комплект входят три катушки. Это большая катушка ТД. Средняя катушка концентрическая. И катушка малая. Ну, а теперь, вспомните, кто предложит три катушки сразу в комплекте с одним прибором. Правильно. Таких предложений на рынке нет. Единственная только компания Тесора, именно в приборе Тесора Outlaw, предлагает вам именно набор из трех катушек. Этот прибор универсален во всем. Пожалуйста, хотите ходить в полях, эта катушка идеально подходит. Она даже видит мельчайшие цели. У меня даже в примере было, что этой катушкой я находил цепочку. Средняя катушка концентрическая. Она идеально подходит для выбивания мест на месте. Когда уже найдена, например, старое урочище или конкретная территория. И чтобы выбить ее досконально, тщательно, эта катушка подходит идеально. Она видит мельчайшие, тоже самое, цели. Так же видит, как и эта маленькая катушка. Снайперка мы ее называем. Скажите, для чего тогда она, если средняя катушка видит так же, как и снайперка? А я вам скажу, для чего. С этой катушкой я ходил без проблем. Ездил на... У нас в наших краях есть Мертвое озеро. С сильной концентрацией соли в воде. Люди туда ездят для лечения. Там очень хорошая лечебная грязь. Естественно, у нас сильно соленая. И люди ездят туда лечиться. И я ездил с этим прибором, и именно конкретно с этой катушкой. И без проблем ходил по соленому берегу и находил находки. Естественно, с этими уже катушками по такой соли не пройдешься. А с ней я ходил без проблем. Вот вам и универсальность этого прибора. Прибор Тестора Утлав питается от батареи типа Крона. Можно поставить в батарею Юроселл или другие компании знаменитые. Только нельзя ставить щелочные батарейки. А можно поставить и аккумулятор. В данный момент я пользуюсь аккумулятором. Не помню фирмы. Это китайский аккумулятор. До того китайский, что этикетка отвалилась буквально на второй день. Этот аккумулятор у меня служит уже два года, два сезона отработал. И, не знаю, мне кажется, и третий сезон он спокойно будет ходить. За это время емкость его ничуть не упала. Также фирма Тесора очень большое внимание уделяет материалам, которые применяются в изготовлении ее детекторов. В частности, это очень высокопрочный и качественный пластик. Не помню, не слышал, не видел в интернете такого случая, что пластик ломался у кого-то. Естественно, резко наступив там сильное воздействие физическое, конечно, сломать можно все, что угодно. Но при нормальной эксплуатации конструкция детектора более чем надежна. И еще корпус детектора, заметьте, сделан из такого пластика, который защищает плата схемы детектора от воздействий электромагнитных помех. Простонародным языком можно ходить возле высоковольтной линии, и никакие помехи вам не будут мешать. Ну и вот перед вами панель управления. На нем присутствует четыре потенциометра. В нижний потенциометр идет регулировка уровня дискриминации. Второй отвечает за включение прибора. И уровня чувствительности. Третий потенциометр верхний отвечает за регулировку трэш-холда. И крайний левый потенциометр, четвертый, отвечает за регулировку грунт-баланса. Центральная кнопка отвечает за сброс. Идет как пинпоинтер. И этой кнопкой я пользуюсь для определения размера цели. И вот она, изюминка этого прибора. Это режим авто. Этот режим позволяет вести беззвучный, практически тихий вид поиска во всех металлах. Например, при режиме All-Metal, если ходить с ним, стоит постоянный гул, что очень сильно раздражает. А в режиме авто мы наслаждаемся тишиной поиска. И сразу же, находя цель, можно определить размер цели. И главное, в этом режиме у прибора появляется очень высокая чувствительность действительно к мельчайшим целям. Прибор является аналогом. Он не имеет цифрового дисплея, не показывает числа ВДИ. Он не имеет даже многотональности. У него всего один тон. Но звук он при этом выдает разный. И в зависимости какая цель лежит под катушкой, такой звук он и выдает. Если это чисто цветная цель, звук идет ровный, спокойный и определенной длины. Если цель железо ржавая, к примеру, как часто обманываются приборы, то цель обязательно будет выдаваться с легким подхрипом. Даже если цель хорошо замаскированная глубоко в земле, все равно будет подхрип небольшой. Прохождение катушки целью вдоль и поперек, крест-накрест, выявляет, выбраковывает цель, если она ложная. Дискриминатор у этого прибора изумительный. Он показывает четко цветная цель или нет. Даже по длине сигнала можно понять, что цель замаскирована под цветную. Конечно, опыт приходит не сразу. Этот прибор сложнее, но по ходу выездов, в течение одного-двух месяцев, вы почувствуете себя неразлучимым другом, друзьями. Вы будете понимать друг друга с полуслова. Я считаю, что один тонн – это не минус, а огромный плюс этого прибора. Еще особенностью приборов Тесора является точным определением местонахождения цели. Это буквально снайперская точность. Вам не придется выкапывать большие ямы. Цель будет находиться прямо под катушкой. В данном примере катушки она будет находиться ровно по центру. Я считаю это огромным плюсом этих приборов. Вот и все. И закончился мой маленький обзор об этом удивительном приборе. Конечно же, каждый для себя сам решает, что купить в этом огромном рынке приборов. На вкус и цвет товарища нет. Я прощаюсь с вами. До свидания, друзья. И рыжего вам под катушку. И бесстрашно отряд поскакал на врага. Завязалась колавая битва. Комсомольское сердце пробито. Битва.